итак как вы поняли друзья сегодня у нас распаковка и так по надписи тимов видите что заказом было на алиэкспрессе тимол и интересная надпись а здесь на коробочке находится иступим к распаковочке телефон который мы сегодня распакован и увидели по заглаве что это за телефон это пока фон f1 и этот телефон который побил наверное просто много но перекладов потому что за первые пять минут продаж честно говоря забыл на ком сайте но на сайте значит в индии их было продано на 30 миллионов долларов за первые пять минут вдумайтесь 30 лямов сразу все уме сделала без вообще без напряга вот и по предварительным подсчетам получается их продали около 100 тысяч наверное телефонов это если брать самую младшую кроме комплектацию комплектация вот как наша сейчас самая маленькая да это 6 64 и обратите внимание здесь написано global version здесь надпись пока фон f1 и здесь надпись пока фон бай сяоми то есть это типа дочерняя компания сяоми который будет скорее всего развиваться и будут делать новые телефончики поэтому будет интересно понаблюдать что с этим произойдет зайдет ли этот бренд или нет но первый продукт этого бренда настолько возбудил людей что просто нереальный ажиотаж какой-то поднялся потому что ценник этого телефона конечно же запредельный зато железо которое здесь находится и так что можно сказать о внешнем виде многих почему-то пугает вот это желтые надписи и вот это заднее желтое оформление по мне так очень очень даже ничего очень очень красиво и стильненько получается красиво здесь выглядит все здесь данные но о них мы конечно поговорим и поговорим еще в большом обзоре а сегодня просто распаковка и первые впечатления коробочка такая простая коробочка как коробочка и все то есть если что в оформлении желтые на самом деле хотя бы так ну почему просто было бы черное оформление да это был бы совсем другая история вот сам телефончик здесь у нас кабель usb тайп си понятное дело до кабель очик тоже мягкий приятный на ощупь видно что качество такой неплохой вот скрепочка но в принципе она понадобится скорой на ее извлечем и зарядка здесь явлено quick charge значит 5 вольт 2 и 5 ампер 9 вольт 2 и 12 1 и 5 первым короче быстрый заряд который там заряжается умным способом это все просчитано вот в принципе все больше ничего в этой коробочке нету здесь вот обозначение а и здесь еще что то есть у нас за а точно силиконовый чехольчик положили в комплект бумага бумага это не надо а знаете что друзья если будете заказывать я заказал синий цвет единственное здесь что не всем устраивает это вот такой чехольчик я уже видел в обзорах что он силиконовый светлый как бы ну прозрачный получается да вот а если вы закажете черный вариант то чехольчик будет черный и мне по мне так это смотрится гораздо как бы выгоднее и интереснее поэтому если будете заказывать то заказывайте именно черный цвет но просто вот нечисто визуально более интересно более приятнее воспринимать от телефон вот ну что здесь здесь надписи которые нам особо неинтересно тут вы наверно уже в других обзорах видели да значит какое-то там навороченное охлаждение 845 снаб это вообще не обсуждается это еще будем тестить все проверять так далее 4000 миллиампер батарейка в общем какая-то камера с искусственным интеллектом и все такое короче все интересно работает но по мне дизайн коробочки хотя это на самом деле не так важно может быть да но мне нравится желтый черный цвет это реально круто красиво мощно f1 обратите внимание до f1 то есть наметно то что типа формула 1 да то есть это очень мощно очень быстро очень скоростной телефончик который сейчас мы с вами заценим сразу посмотрим на лоток вот здесь две симки и если у вас одна симочка то сюда еще может карту накатить просто вот огромную на 256 и ходить и вообще просто радоваться поэтому в принципе телефон который идет в последней комплектации 8 на 256 там с кевларовым покрытием там сидела короче он там чуть ли не бронированный перебронированный все что хочешь можно с тем телефоном делать в принципе может быть он так сильно нужен потому что здесь реально можно воткнуть к карту на еще 256 и у вас будет 64 плюс 256 и мама не горюй просто так пока он включается давайте мы немножко его рассмотрим не всякие вот эти пленочки давайте почувствуем этот звук звук нового телефона неплохо получилось сейчас сейчас попробуем так и так звук нового телефона окей давайте прочувствуем этот звук давайте смотрите друзья круто давайте настраивать него 9 так русские все прилетело уже погнали дальше что можно сказать о внешнем виде да обратите внимание это закос под вам план 6 здесь у нас идет пластик как вы уже знаете здесь вот смотрите ободочки у камер сделаны красного цвета если вот брать черный цвет в черном цвете брать корпус да тут эти красные ободочки они как бы но более-менее будут смотреться вот здесь сейчас это смотрится на самом деле не очень не очень как-то не понятно то есть синий черный красный цвет все напихано сюда да и вот в синем варианте это смотрится не очень как я уже говорил вам заказывайте черный вариант мне кажется это более такой ну красивый удобный и выгодный вариант сканер отпечатков пальца настроен работает вообще моментально так все принимаем и вот она знаменитая монобровка камера давайте кстати посмотрим на камеру щелк и еще раз щелк так все разрешаем смотрим камера неплохая надо еще тестить но вот с хорошим светом все дела отражения все такое да то есть надо тестить но первое впечатление очень неплохое так основная камера давайте тоже чем челку почему-то здесь над еще пока фон эту тему надо конечно брать скажем не самое лучшее не самая флагманская камера но пойдет вот такой лаунчер пока лаунчер до компании силу мини кой между голым андроидом и милой да такая тема вот и летает все быстренько шустренько то есть никаких проблем никаких лагов в этом отношении нету вот давайте послушаем звук здесь заявлены стерео динамики на самом деле играет мощно очень хорошо только один динамик вот он получается вот этот динамик он очень плохо хорошо играет очень мощно вот а второй динамик вот он по сути разговорный он же есть второй динамик ну типа стерео такой звук на самом деле стерео звук не очень получается потому что этот динамик очень хорошо орет очень сильно а этот еле как поэтому ну Ну, сами понимаете, да, то есть серия звука не получается, но хотя за эти деньги попыточка сделать сериозвук неплохая, ну, как бы всем нам нравится, да. Очень-очень неплохой звук. Ну, учитывая какие-то деньги, да, платят за этот аппарат, то я скажу, что отличный. Так, давайте послушаем, как играет басы. Так, для этого нам понадобится дизель-поуэр. Конечно, это просто полная проверка на басы. Ну что, давай, Xiaomi, жги. Как-то слышите, да, басов вообще нет. Смотрите, здесь, значит, такой лаунчер, да, то есть, вот, вправо-влево, и если вы хотите открыть дополнительное меню, вот, оно снизу открывается и закрывается точно так же. Вот, и давайте глянем, что он делает у нас в Antutu. Во-первых, мы можем проявить устройство. Действительно, это Pocophone F1. То есть, здесь все показывается отлично. Snapdragon 845, то есть, как бы, все четко. Adreno 630. Итак, друзья, вы видите, что это просто монстр по железу. 256 тысяч 410 бенчмарок выбивает. То есть, во все игры вы будете играть абсолютно без каких-либо проблем. И в следующем видео я выпущу отдельный ролик просто потому, как он играет. То есть, без каких-то других моментов. То есть, различные игры подгружу и посмотрю, будет ли он нагреваться, как он будет справляться с играми, сколько в него можно поиграть и так далее. Плюс-минус, как тратится батарейка и все такое. После этого будет полный обзор этого телефона. На все фишечки обратим внимание. И пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели узнать об этом телефоне. То есть, может быть, на что обратить внимание. На камеру, на процессор, там, может быть, на какие-то ваши фишечки, детали. То постараюсь учесть, как бы, все, что вы хотите. И сделать уже в полноценном обзоре видео по этому телефону. В последней версии 8.256 тут будет кевларовое покрытие, которое стоит где-то в 5 раз дороже, чем стекло. Стоит это кевларовое покрытие, которое используется для бронежилетов. Отлично от другого оборудования. То есть, он будет просто неубиваемый. Ну и говорят, что сама поверхность, она очень приятна из кевлара, который сделан. То есть, это реально новый шаг, новый бренд будет у компании Xiaomi. Заказывал я, друзья, этот телефон на Тимоле. Вот, как вы знаете, на Алиэкспрессе есть такой магазин. И что интересно, что на Тимоле он сейчас дешевле, чем на Алиэкспрессе. Я не знаю, как сейчас, разница поменялась или нет. Я его брал в районе где-то 20 тысяч. Не буду врать, там где-то 560, что ли. Где-то была приблизительно такая цена, но точно не больше 21 тысячи, это 100%. А на Алиэкспрессе он стоил около 23 тысяч рублей и так далее. То есть, смотрите, на Тимол гораздо дешевле. И я заказал, я заказал, наверное, этот телефон где-то дней 5 назад. Мне сейчас курьер просто занес его. И вот еще пятки его сверкают, он буквально улетел. И вот такой отличный сервис. То есть, смотрите, на Тимоле заказываешь дешевле. Приходит тебе за 5 дней, это 1500 километров от Москвы. Если вы живете в Москве, то он придет вам просто на следующий день. Потому что база все находится там. И вот это одна из фишек компании Тимол. Если они будут продолжать в том же духе, если они действительно будут продавать дешевле, чем на самом Алиэкспрессе, то, конечно, все перейдут на Тимол. Это реально очень быстро, круто и интересно. Друзья, ссылочки в описании. Все на и на Тимолскую версию. Там есть будет и версия на Алиэкспрессе. Проходите, смотрите. Если нравится, покупайте. Всем пока-пока. Первое впечатление какое? Ну, очень мне понравился телефон.